Виталий, приветствую тебя! Очередная неделя, первая встреча, соответственно, обсуждаем технику и фундаменты, актуальные ироничные возможности для наших подписчиков, тех, кто следит за совместным генетическим творчеством. Поэтому большое, друзья, спасибо за ваши лайки, за комментарии. Мы с Виталием, разумеется, для вас держим руку на пульсе. И новая неделя, новые возможности и новый контент, соответственно, как и всегда, по расписанию. Вернулись мы к привычному графику. Понедельник, среда, соответственно, удается вот за эти две сессии, два эфира, как раз хватить все, практически все важные события и фундаментальный фон, и технический тоже возможности. Так, ну что, кратце по поводу этой недели, по содержанию экономического календаря. Во-первых, на этой неделе данные по инфляции в США, то есть даже при всем желании переоценить этот отчет практически невозможно, потому что инфляция – это серьезная головная боль не только американской экономики сейчас и в том, что мы видим по курсу монетарных политик центральных банков мировых. Это все то, что завязано как раз на показателе инфляции и представляет собой попытку обуздать инфляцию, замедлить темпы ее дальнейшего роста. По прогнозам ожидается, что, кстати, релиз выйдет в среду. Индекс потребительских цен в США со 7,9% улетит в район 8,3%. Я допускаю, что будет повыше. Соответственно, при росте инфляции нужно понимать, что автоматически риторика регулятора станет более жесткой, потому что ему придется начать забрасывать рынок снова серьезными формулировками о том, что ставки будут повышены. Мы готовы сократить баланс, потому что нужно сейчас успокоить общественность и дать все-таки понимание того, что регулятор держит все под контролем. Ну, якобы. Мы прекрасно понимаем, что если бы регулятор все держал под контролем, наверное, бы не было такого показателя инфляции, как и сейчас. Также, чтобы по другим фундаментально значимым отчетам, на этой неделе в среду будет заседание Банка Канады. Поскольку у нас с тобой следующая встреча будет в среду как раз, я думаю, что будет уместно вот как раз в среду прямо перед заседанием канадского регулятора за несколько часов обсудить, например, перспективы канадского доллара. И, конечно же, еще заседание Европейского центрального банка в четверг за парой евро-доллар. Друзья, мы с Виталием для вас специально следим, поскольку еще и такое важное фундаментальное событие. Ну, нужно настраиваться на волатильность, как видите. Давай тогда к демонстрации экрана и тем идеям, которые были в прошлый раз. Так, секундочку. Индекс доллара – это первый график, который я хочу показать. Соответственно, сделана цель. Я рад, что мы наконец-таки увидели этот психологический рубеж 100 пунктов. Полагаю, что еще не предел, потому что мы видим, что установительный тренд, он фактически идет очень и очень долго. Это четырехчасовой таймфрейм. И, по мнению, вот последний прогноз, который я видел, актуальный после выступления заместителя председателя ФРС Лайн Брайнерд и протоколов на прошлой неделе. Это цель Goldman Sachs 103 пункта уже до конца второго квартала. Я позволю себе предположить, что мы увидим 103. Это как раз пиковое значение со временем пандемии раньше. И чем больше сейчас будет все-таки причин регулятору по-прежнему рассматривать агрессивное повышение ставки и сокращение баланса, тем, собственно, эта цель будет реализована быстрее. И первый такой фундаментальный триггер, как я отметил, данные по инфляции, я настраиваю, что после выхода отчета по индексу потребительских цен США индекс доллара может прибавить от полпроцента до процента как минимум. Поэтому, друзья, для тех из вас, кто все-таки еще следит за индексом доллара с долгосрочными целями, я рекомендую сейчас даже по факту и по случаю теста 100 пунктов не отказываться от удержания вот этих длинных позиций дальше с целью получить большую сверхприбы. Так, европейская валюта. 1,0881. Локально мы снижаемся. Причин достаточно. Крепкий доллар. Актуальный еще энергетический кризис. В эти выходные, в воскресенье, прошел первый тур выборов во Франции. И я в прошлый раз комментировал, что победа Макрона, она далеко уже не стопроцентная. И даже по первым результатам мы видим то, что лидируют Макрон и Марин Липен. Да, у Макрона там побольше голосов, по-моему, 28%. Ну, у Липен 23%. Это тогда, когда еще месяц назад многие были уверены, что она не наберет даже 10%. Через две недели фактически скрестнулся между собой Макрон и Липен во втором раунде голосования. 28 апреля, по-моему, ну, сейчас секундочку. 24 апреля. Да, 24 апреля. Вот следующая. Через две недели, в общем, весенний. И почему бы не допустить, что за вот эти две недели общественное мнение изменится настолько, что перевес уже будет в сторону и в пользу моей Липы. По крайней мере, есть на что сейчас и почему сейчас бить. Это высокая инфляция, одна из причин замедления темпов экономического роста, ситуация с беженцами. Очень просто в таких условиях винить текущую партию власти. Потому что, ну, это нормально, когда позиция оппонента отстраиваться на самых слабых местах, именно которые есть и сейчас. Поэтому я всерьез, ты знаешь, допускаю, что, возможно, произойдет еще один такой невероятный форс-мажор и реализуется еще одно событие, которое было маловероятно. Это смена режима потенциальная, когда новым президентом Франции на следующие четыре года станет уже на Липе. В общем, посмотрим. Я вижу в этом риски, как я ранее говорил, для европейской валюты. И в ближайшие две недели я точно буду шортить евро с целями 1.8 и 1.07. Так, бренд в сделке я с 100 долларов, сейчас 150. Рекомендую поставить стоп-лосс на отметку 95 долларов за бар и ждать уже активного роста. Если он пойдет, будет круто, конечно же, в район 115-120. Хотя круто это, возьмем в кавычки, для спекулянтов, может быть, это круто. Однако с точки зрения того, как все это влияет на мировую структуру экспорта, на рост цен, на нефть, на стоимость топлива, на инфляцию, экономическое восстановление. В этом, конечно же, большой негатив. Негатив. Золото тоже, в прошлый раз комментировал, в сделке с 1920 долларов за тройскую унцию. Тоже хочу привязать эту идею к предстоящему релизу по инфляции в США. То есть в случае очередного ткачка, да уже новых максимумов, по-моему, за 50 лет уже, если минус потребительский цен превысит 8% точно будет за 50 лет. При росте инфляции повысится спрос на золото, как и на страховку сонных рисков. Поэтому эта идея тоже остается актуальной. И фондовый рынок я рекомендовал шартиц целями 4400 пунктов. В принципе, все пока без изменений. Снижаемся локально котировки 4360. Думаю, что отчет по инфляции, который повысит вероятность более активного ужесточения монетарной политики, сокращение баланса роста процентной ставки, тоже будет воспринято в качестве негативного сигнала для фонды. Виталий, слово тебе. Видно экран? Да. Итак, всех приветствую. Пройдемся по тем идеям, которые в прошлый раз обсуждал. И дам какие-то новые видения по рынку. S&P 500 аналогично с тобой шартили на прошлой неделе два раза. Первый раз удачно, была лимитка достаточно красивая, 45-80. Мы показали снижение. И второе, в среду тоже давало лимитку, но до нее чуть-чуть не добили. Но общее движение, кто ранее шартил, можно было неплохо заработать. На текущий момент, как я уже ранее говорил, повторюсь, возможно, у нас идет такой вариант. Первое я рассматриваю. То, что снижение, которое было в январе и феврале, это заходной импульс сниз. На текущий момент идет коррекция. И она уже должна была, по идее, закончиться. Потому что мы откатили там практически 80%. И сейчас мы идем на обновление минимумов, которые были в марте текущего года. И дальше сильно падает. Это первый вариант, который я рассматриваю. Второй вариант альтернатива. Это нужно держать бумаг, если будут какие-то рисоваться сигналы. Плюс нужно понимать, что обязательно нужно стоп-лоссы использовать. Потому что может быть вариант и сильного лонга. Так как не исключаем вот этот рост, который был в марте, импульс. Наверх продолжение вот этого восходящего глобального тренда. Коррекция какая-то. И мы дальше улетаем вверх. Поэтому обязательно ставить стоп-лоссы. Потому что все варианты возможны. На текущий момент, пока каких-то признаков на покупку я не вижу. Развивается вариант возможного дальнейшего снижения. Именно с текущих каких-то точек хода хороших нет. Были на прошлой неделе, в пятницу на коррекции локальной. С текущих. Если и рассматривать шорт, кто ранее не шортил, то это только через, скажем, как вариант. Первый вариант – это через отложку селл-сток на пробой вот этих минимумов. Это в районе где-то 44-30, да, со стоп-лоссом 50 пунктов пробовать чертить. Это первый вариант. Второй вариант – выставить селл-лимит. Это в районе 45-00, со стоп-лоссом 45-50. Это вот такие две лимитки. То есть пока за сценарием или на пробой минимум, или там коррекции, если дадут еще условно сегодня, скорее завтра. И дальше возможно будет падение. Поэтому пока вот такой вид. Ну, по поводу процентных ставок. Так вот, кстати, добавлю, там вот то заседание, которое было, ну, скажем, отчетов по ФРС в среду. Там многие выступают за то, что, в принципе, все стабилизировалось, экономика, скажем, и рынок груда достаточно позитивный. Только идет проблема, как ты уже отметил, с инфляцией. Она достаточно большая. И там некоторые главы локальных вот этих, не помню какого отделения ФРС, говорил, что даже он за то, чтобы поднять процентную ставку до 3%, потому что цель по инфляции 2%, да, ФРС, текущая инфляция 8%, то есть у нас в 2 раза больше, то есть нужно и процентные ставки поднять достаточно сильно. Поэтому я думаю, что они в течение года будут поднимать ставки, чтобы как-то сбить эту инфляцию. Со временем они ее собьют. Но это негативно повлияет, скажем, фондовые в долгосрочной перспективе. Дальше, что еще было? Биткоин. Биткоин тоже неплохо отработал. Как я уже сказал в прошлый раз, биткоин очень, скажем, коррелирует сильно с S&P 500 или там NASDAQ. Тоже был зашорт. Мы данный инструмент на прошлой неделе шартили где-то в районе 46 тысяч плюс-минус. В понедельник, в среду я там тоже выставлял лимит. До нее чуть-чуть не добили, но в общем, кто рассматривал шарты, кто удерживал их с прошлых эфиров, неплохо получилось заработать на, скажем, на вот это снижение. В дальнейшей перспективе, что по биткоину будет, пока на текущий момент сложно сказать. Аналогично идет, скажем, какая-то картинка, как по S&P 500. Сейчас это снижение, оно продолжится на обновление минимумов, или это коррекция в этом локальном импульсе, который у нас был. Пока каких-то признаков на покупку я не вижу. Возможно, поближе к среде, аналогично, как и по S&P 500, возможно, какая-то картинка будет другая. Но пока здесь смотрится, скорее всего, на снижение, как и по S&P 500. По золоту тоже, кстати, покупал, я говорил ранее, что я выставлял лимит по 1065, стал лимит, но с ребятами аналогично купили здесь локально, потому что здесь неплохо рисовался паттерный лонг, и, возможно, мы еще покажем больше. Аналогично, кто торгует там серебро, картинки какие-то более похожие. Дальше, что еще было? Доллар-франк выставлял лимитку в прошлый раз по 93, не добили практически 3 пункта. Неплохо локально ушли наверх. По евро-доллару пока моя идея не сработала, но, скажем, я здесь на опережение ставлю лимитки без каких-то подтверждений локальных паттернов на покупку, но глобально я по евро-доллару, как и по индексу долларов жду, ну, скажем, такой неплохой коррекции среднесрочной, хотя бы на несколько недель. Возможно, эта неделя, скажем, что-то технически нарисует по евро-доллару или по индексу доллара. Возможно, там инфляция выйдет, там в моменте куда-то улетят вверх по индексу доллара, потому что на ожидании процентной ставки. Но я жду достаточно неплохой коррекции по данным инструментам. Хотя бы где-то примерно в район 95, возможно, и ниже, потому что рынок сильно перекуплен, я считаю, да, и здесь напрашивается какая-то коррекция. Паттернов каких-то, которые сигнализируют об этом, пока нет. Это пока мои ожидания. Плюс здесь, если не ошибаюсь, да, вот на дневном там фрейме у нас, как вижу, есть по индексу доллара дивергенция на дневном графике, да, пока она еще активная, и поэтому, если будет сильный заходной импульс вниз, то это будет первым сигналом техническим на шорт по индексу доллара. Если на приезжение, то можно поставить sell stop в районе там 99.30, то есть на ожиданиях ложного пробоя вот этого уровня, который у нас в марте мы удерживали его достаточно плотно. И если будем заходить ниже, то это сгенерирует, скажем, ловушку для быков, которые здесь рассчитывают на дальнейший рост и снижение как минимум локальной в район там 97-75. И там уже будем смотреть за текущим уровнем, если его пройдем вплоть до уровня 95, скажем, мы можем сказать, это такие ближайшие, скажем, движения на вот этот апрель месяц, возможно, еще там на май частично. Ну, по поводу тех моментов, которые ты сказал, по поводу выборов во Франции, победу Липен, в принципе, возможно, потому что я помню, как было вот это в США, когда выборы Трампа, нестандартный, да, публичный человек такой, Липен, в принципе, и никто не ожидал, но он победил. То же самое сейчас, да, многие недовольны, потому что реально, скажем, экономика Франции, ну, в принципе, она в мире сейчас рушится, инфляция, то есть и так далее, поэтому большинство будут выбирать каких-то новых политиков и так далее. Поэтому все возможно, но, кстати, я помню победу Макрона 4 года назад или тогда, евро-доллар тогда открылся с ГЕПом, где-то на пунктов 200, и все, и потом рост там на полтора года, и все вот эти трейдеры пытались закрыть вот этот ГЕП, шортили евро, то есть это было, скажем, я даже помню на графиках, где вот этот момент был. Поэтому я думаю, что здесь какая-то разъясочка будет ближе к выборам. Вот он, вот этот ГЕП, то есть это был 17-й год, да, 4 года назад, вот он вот здесь открылся, то есть и вот вверх на полтора года мы практически там сколько-то пунктов. Ну да, посмотрим, посмотрим, конечно же, как события очень значимы в плане фундаментальном, потому что Франция это не какая-то третьесортная экономика, скажем, ЕС, это один из лидеров валютного блока. И этот фонд делает европейскую роль очень чувствительной вообще к такого рода изменениям, потому что действительно к партии может прийти человек совершенно других взглядов, это представитель ультраправых, к чему все это приведет, неизвестно. Время покажет, ну, по крайней мере, сейчас участникам рынка, у них есть возможность спекулировать на неопределенности и риск того, что может все стать и хуже или лучше. Ну, опять же, видно будет. Виталий? Ну, лучше, скажем, долгосрочной перспективы не станет, потому что, как я уже, ну, ранее мы обсуждали, то есть я ожидаю вот этого экономического кризиса как минимум на несколько лет такого глобального. Он, в принципе, уже на фондовом рынке он еще не начался, то есть фондовые индексы там, условно, США и Европа находятся на максимумах или вблизи максимум, да, а вот реальный сектор экономики, он давно уже в бизнесе, то есть уже практически год, а может и больше, это только начало, а что последует дальше, то есть это еще будет хуже, поэтому вот там Макрон или Лепен, то есть лучше не станет, скажем, с экономической точки зрения. По поводу финансового полноценного глобального экономического кризиса, я тут с тобой соглашусь, даже по всем историческим реалиям уже пришло время. А если мы реально будем сейчас копать в сторону инфляции того, как все это приведет к стакляции, рецессии, ну, тут уже прям неизбежно все это. Ну, у нас с тобой есть возможность видеться довольно-таки часто, поэтому мы в случае чего маякнем, подсветим, началось ли все уже или нет. Хотя, соглашусь с тобой, скорее всего, уже началось. Виталий, спасибо тебе большое за твое время, за твои рекомендации, следим, 3D будет довольно-таки важной, у нас с тобой как раз встреча будет с утра, перед выходом отчета по инфляции, перед заседанием Банка Канады. Короче, будет о чем поговорить. Хорошей тебе торговой недели и до скорых встреч. Пока. Пока, Владимир.